друзья всем привет с вами я дима и канал владелец аквариума мой 200 литровый аквариум и сегодня будет рубрика поговорим или тарахтелка до назвать и как хотите сразу хочу вам сказать я не готовлюсь не записываю какие-то там речи и так далее включил камеру поставил записал выложил все в таком формате все это дело поэтому если буду где-то заикаться запинаться вы уж простите меня ну что давайте с чего-то все-таки начнем предыдущее видео я вылаживал и меня тревожил шум аквариумных фильтров значит что по внутреннему фильтру я убрал сразу убрал спасибо всем кто отозвался спасибо всем за ваши советы я обязательно попробую собрать этот фильтр полностью то есть помещу туда коробочку с керамическими кольцами губку соберу поставлю аквариум и проверю будет ли он гудеть давать вот эту вибрацию или же не будет но сейчас не буду этим заниматься я убрал он издавал довольно таки серьезный гул шум действительно касательно внешне к многие писали что нужно воздух он завоздушился честно скажу я не искал подсос воздуха ибо не знаю даже каким образом это сделать может быть где-то подсос воздуха если есть то есть может быть так где краны в общем что сейчас по нему я взял под него подложил несколько слоев синтепон в три слоя просто под мой поставил на синтепон реально стало тихо он перестал так шуметь может быть он уже поработал может быть там внутри керамические кольца улеглись так как надо и не шумят но в общем эта проблема ушла и хорошо что она ушла в принципе вот единственное не знаю хватит ли этого фильтра на этот аквариум мне кажется что вряд ли вы хватит нужно будет возвращать либо внутренний либо добавлять еще один внешний что будет нескоро сейчас есть небольшая муть ну так как я кормил самов недавно буквально минутная на 40 назад они кушали сейчас он доедают спирулину самые и ованки тут на поле в общем по фильтру история такая по воде только что провел замеры воды теста ермолаевскими тестами и что мы имеем то есть на первое число на первое число параметры воды в этом аквариуме были такие ph 7 и 5 к h 6 g h 9 сегодня я померил 14 число это спустя две недели говоря параметры такие же ph 7 и 5 каш 6 джажги не знаю хорошо это или плохо но растения вроде бы в этот раз не опадают листья буцефаландр то есть и не дадут массово и главы посмотрим как будет дальше значит что конкретно по растению вот я вижу реально они чувствуют себя хорошо растение которое это же вылаживал на него мини такой обзор запамятовал как 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 она называется а эпипремном пульхром вот он в центре композиции я убрал вальбитис вниз а эпипремном поднял сюда он так мне кажется красивее так вот эпипремном уже выдвинул один лист вот один лист уже за две недели жизни тут он дал наш нормально все а ну бы нормально себя чувствуют единственное вот гуцефаландра супер blue почему-то у нее начали листья один листок образовываться дырки даже на двух листьях возможно это из-за нехватки калия может я не доливаю давайте поближе покажу вот она супер blue type 2 вверху даже тыкну пальцем вот она вот и как можете вы увидеть есть пара листов с дырками но буду потихоньку увеличивать калий посмотрим поможет или нет монте-карло не знаю ничего еще не могу сказать хуже не стало вроде там что-то зеленеет плюс его досвечивает еще трехватный светильничек может быть это хорошо мог еще не пробовал насколько он прирост пусть пока будет так я придавил его там еще он куском орг стекла чтобы он сверху хотя бы взялся я думаю прирастет по остальному как бы тут все без изменений вот собственно по какому-то окваски повторюсь еще раз не буду я пока никаких окваскейпов делать вы будет так пускай это зарастается буцефаландрами мне так нравится ну и большинство из вас нравится вы пишете что красиво единственное что все таки я сделаю я уберу вот эти вот карпатские камни закажу еще наверно два или три килограмма лавы разнокалиберной и сделаю тут мини островок именно из лавы но хочется не чтобы было плава что будет с этими корягами и мхами даже не знаю потому как на этом островке планируют также разместить буцефаландры и может быть какие-то анубицы все все будет медленно растущие не знаю что и что еще рассказать о кстати по растениям который я брал для запуска роголистник как-то как-то ему не очень хорошо не знаю хотя все говорят что он такой непривередливый видимо света ему не хватает но пока его не убираю пусть он тут растет и вот это плавающее растение тоже не приживается листики отпадают корня он не дает скорее всего питания мало еще кормлю сухим кормом корм у меня тетрадские таблетки правда я брал тетрадские таблетки на развес у меня их три вида корма я его чередую это аллер то есть такая мелкая фракция сейчас вам покажу все открываю покажу чем я кормлю своих питомцев вот значит вот этот мелкий иногда корм даем это аллер или печеночный тому как называют вот такой тоже тетрадский корм брал для окраски для красных креветок когда-то но рыбы его очень любят самые любят креветки тоже вот и вот тетрадские таблетки тут и растительные еще какие-то в общем их тоже даю ну и даю спирулина спирулина обыкновенная аптечная купила такую значит вот так вот кстати ребята вы не там кто-то из гостей канала или подписчиков кто-то писал по поводу сиамских водорослиедов да такие вы были правы они блин выпрыгивают сегодня я обнаружил одного водорослиеда вот тут вот утром он выбрану не знаю что я буду дальше делать с этим крышку я не собираюсь сделать потому как у меня планах может быть что-то сверху какие-то растения разместить поэтому как-то так просто не буду наверно докупать водорослиедов чтобы не не убить туда и все останутся те что есть хотел у вас еще поинтересоваться вот спирулину видите как наворачивают их аманки как давать эту спирулину кто знает кто я просто первый раз я купил первый раз вот второй раз даю им через день на таблетку дал и все и рыбы и водорослиеды и аманки кушают хорошо вот напишите пожалуйста в комментариях с каким интервалом вообще давать может быть каждый день можно давать я буду кормить каждый день их самый себя чувствует отлично водорослиеды несмотря на то что выпрыгивает тоже отлично вот аманки пока еще ни одна из них не набрала икру я жду не знаю когда это произойдет ждем когда подрастет ну вот что еще по по вашим вопросам может быть что-то и забыл ребята хотел еще вас попросить давайте сделаем так если вам нравится действительно вот такая рубрика вы писали что да можно вот такие разговоры я выпрошу вас под вот под я именно под этим видео вот этим видео я оставлю сообщение и вы мне пишите в ответе на это сообщение ваши вопросы я их все у них действительно возьму выпишу все вот и на все ваши вопросы отвечу на следующей неделе если вам это интересно если вообще кто-то досмотрит до этого момента сейчас вот в общем то в общем то вот так ну что и что еще из из аквариумного тут я подкинул все таки сюда компрессор который я покупал более мощным не знаю нужно на это или не нужно ну наверно на этом этапе пускай будет лишняя аэрация перемешивания воздуха слоев воды я думаю не помешает вот на сегодня наверное все все что я хотел вам рассказать я вам рассказал давайте еще покажу питомцев моих как они кушают сегодня пришлось свет немножко раньше включить вот в отражение вы видите мой штатив это стремянка вот пришлось сегодня раньше немножко включить свет для того чтобы записать это видео ничего страшного в общем свет тут я уже не знаю рассказывал вам или нет во сколько включается включается он в 16 00 выключается в 22 00 вот пока эти светильники останутся здесь пока я либо не накоплю сумму на хороший светильник либо не решу сделать сам хотя в сторону заводских светильников я посмотрю вот ну и вот в общем то вот так вот все живет растет развивается все вот буцки тут два вида по буцефаландром тут хейтс блэк хейтс вот в группе более крупные тайп раунд какая-то и вот там мелкая это колокола кунян я еще не могу оговаривать эти названия в общем вот тут я хочу чтобы они как ковром заросли но я думаю через год возможно зарастут бальбитис вот я его сюда спрятал часам покажу тут тут у нас даже такое место есть нычка для амана пьем сегодня туда кидал таблетку корма чтобы они поели отдельно от всего вот этого движняка вот видите венесуэлы приплыли тоже поживиться спирулинкой вот такое состояние ребята 200 литрового аквариума на сегодняшний день вот общий его план вот так он выглядит жду от вас комментариев жду вопросов подписывайтесь гости канала подписчики ставьте лайки побольше лайков побольше комментариев всего доброго и и хорошего дня и вечера до свидания а Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok